прикольная штука вот так вот и так уважаемые мои товарищи или господа хотя по сути я конечно все таки возвращаясь на круги своя и мне больше нравится когда мы говорим про товарищей потому что когда все были товарищами как-то жизнь больше нас интересовала теперь возникает дивный вопрос почему я вас прошу пригласить своих женщин ну мужики которые реально смотрят попросите вызвать своих женщин смысле девушек без разницы ну или те кто немножко постарше по одной простой причине я вам сейчас объясню дивную особенность как нас могут как вас ну и меня в том числе смогли раскрутить наши дивные детятки что наши дивные детятки делают это чуть позже давайте все таки определимся о кругах того человека с коем вы общаетесь я не противник этого дела абсолютно но рассказываю вам о тех вещах которые я лично прошел так вот я лично прошел все то становление дивного интересного капитализма которое произошло здесь потому что в 1989 году я играл в компьютер какой был компьютер какой был компьютер м к 62 или м к 58 у меня по-моему все таки был 62 2 побольше такая штучка то бишь некоторое количество времени мы брали очень отличный журнал и мне он всегда нравился техника молодежи и мы туда вбивали потихонечку шаг за шагом программку а потом уже неторопливо я попытался посадить первый слой луналет на луну естественно как же еще не первый раз и не всегда это дело получалось там можно было задать длинные компоненты силы тяги вектором и направление вашего движения вектор это имеется ввиду тот то противодействие силе тяги которая ваша машина могла иметь то есть понятное дело да то есть по-другому то и не получается то есть если человек хочет взлететь с планеты земля то есть тут надо двигатель то интереснейший ну так и делается естественно чем мне нравится россия тем что в независимости от тех людей которые возвращают на самолеты мы летаем они тоже возвращают правда не летают туда туда нужно ну да это ладно это пока они еще догадываются как это возможно будет сделать ну кстати дай бог то скоро времени это это и случится ну да ладно то есть это были компьютеры 90 годов 90-м году да это еще был при советском союзе у нас появились первые синглеры вы это не знали что я знаю о чем идет речь так вот синглеры в принципе достаточно серьезный агрегатик располагавшийся на базе процессора z80 дополнительно 90 не помню вот его мы научились делать научились делать его все мои товарищи красивые ровные очень хорошо в этим делом занимался виталий коркин неоднократно летал в москву привозил сюда процессоры боял я кстати тоже этим делал кое-чего начал заниматься но я никогда не был промоэлектроником то есть я примерно знал диоды куда транзисторы почему-то туда не получилось поэтому я пошел на теплофизику это был zx spectrum да такой крутой такой даже был отписк но маленький вариант в чем заключался в том что его и же надо было каким-то образом подключить а он работал в поле они не визжать что такое да такая вот система советская это был секам для того чтобы переделать из пола все камни необходимо было что декодер мало того как правило где бета декодер то еще было бы взять и к слову о том что не все тогда телевизоры были цветные да ладно не все тогда чем мониторы были но я купил себе zx spectrum черно-белым мониторчиком я его купил узнаете где вау сейчас расскажу где-то была темирязьево в сторону челябинска практически 70 километров не доезжая ее там уже и купил а другую штуку я купил уже в другом месте верхнеуральский эстония это было вообще писк он до сих пор мне работать естественно и вот оттуда все и началось то потому что в девяностом году уже поступил в горный институт и естественно но перед этим сам компьютер мне показал виталий коркин когда я к нему зашел в тихушечку хочешь я буду хочу это было крутизна тогда еще тогда еще вот тогда еще и все это дело как раз тогда и все и началось да вот тогда еще программа мы грузились использованием магнитофона не слышали что это дело то и было и мне пришлось несколько магнитофонов разломать потому что когда ты грузишь а грузится на примерно 10 минут и в итоге что-то хрустануло и в итоге программа лод опять же не слышали зря кстати вы должны на бейсик тоже забыли мы это его и учили потому что уже в институте мы пришли в класс и там были компьютеры ямаха вау то есть мы посмотрели о чем идет речь но все равно синкеры нам больше понравились потому что синкеры стоили ну их можно было купить себе понимаете и в этот самый момент произошел жесткий конкретный прорыв то есть писи гейм то есть компьютеры которые от microsoft а начали очень быстро круто развиваться да ведь то есть сначала было айтишка потом экстишка не помню как потом двести восемь шестые потом триста восемь шестые потом четыреста восемь шестые потом пентели о и все это произошло в тот самый момент когда я учился в институте за те пять лет пять лет мы учились в институте это было красиво и ровно так все хлопнуло вверх вау посмотрели и это было круто я тогда еще понял зачем я сейчас буду дергаться покупать себе пентель потому что я вижу что через каждый год все круто 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 развернулась и пентель для себя лично я купил где-то грубо говоря в девяносто шестом году да то есть кое-что продавалось но это не суть событий то произошло и когда пентели стали дешевле естественно то есть вот тогда уже можно было говорить о том что сам компьютер немножко начинает ну немножко подтормаживаться и примерно в это же время я очень хорошо занялся телевидением по сути собой потому что именно в 1993 году мой товарищ привез очень хороший товарищ самый лучший специалист один из самых лучших потому что мне не только это помог о мне очень реально круто помогает вот 93 год это было вау вау какая была налоговая это уродская чмошная говеная ничтожная организация она собирает деньги и не тратит а да ворует их тупо она дает туда там их воруют естественно их ненавижу по сути своей так же как таможню с чего обратите внимание ну с чего мы все это дело платим почему мы не можем себе брать спокойненько тот товар который американцы берут за две тысячи долларов в америке спокойненько продаются китайские электромобиль стоимостью две тысячи долларов а вы не знали ну как посмотрите пожалуйста пикаботают железобетонный а даже да 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 простите я чуть лоханулся да я сам лоханулся тот на ютюбе было да то есть я не понимаю о чем идет речь государством российский потому что в свое время при советском союзе я своими ключами открывал четыре квартиры в своем подъезде своими ключами английский замок был спокойненько открывался к нам ходили звонили было красиво круто что же произошло то этого это вы должны понимать что сейчас я немножко расскажу вот когда компьютеры стали пентиумом вторыми ну с различной конфигурации процессоров я еще раз говорю примерные пентили вторые которые раскрутились и частота процессора была 1 и 3 гигагерца ну или даже туда дальше все пошло естественно и когда их стало двое и и вот на этом вот на этом можно было говорить о том что компьютеры немножко начали под не то что не подтормаживать смысла зачем просто они уже развились до той степени когда можно было говорить о агрегатах которые реально работают так вот агрегаты которые реально работают есть у меня потому что первоначально тот самый пентель 2 мы купили благодаря виктор филиппович у рашникова не в курсе событий да я на него работал вот тогда он стоил каких-то космических денег и он стоил 25 тысяч долларов вместе с со станции нелинейного монтажа раньше станции нелинейного монтажа тоже денег стоило это я очень много чего знаю в этой жизни и почему мы не купили сразу навороченные специалист иреческие конторы под названием чистый битакам потому что был битакам спи это был ну скажем так немножко опущенный битакам то есть там битакам спи это вот как раз для таких не сильно крутых контор который в принципе не могли дополнительно прописывать цифровой видеоряд цифровой видео ряд включается и если честно давайте все-таки определимся то бишь стандартная камера то есть там было два преобразователя то есть cb и а цап и а цепь то есть цифровой аналога preобразователь то есть аналога цифровой преобразователь то есть первоначально у нас protection в цифре потом она переделывается в аналогов прикольная штука была почему это дело произошло потому что никогда тогда еще у нас магнитофоны они были крутыми в действительности то есть тогда еще магнитофоны были настолько сильно крутыми что им было гораздо проще на аналоговую кассету записать большее количество информации чем над сфором но сегодня и сейчас все немножко реально поменялось да то есть сегодня и сейчас вы забыли уже даже что такое кассеты возникали то кассеты после их ну некоторое время они перешли стали цифровыми стримерами то есть у меня другая камера была естественно я купил тоже xl1 чем это xl1 нереально понравилось тем что xl1 все время щелкнула по производителям реальной крутой аппаратуры своей ценой то есть стандартная видеокамера стоила 25 тысяч долларов они сделали камеру стоимостью три с половиной тысячи долларов я ее естественно купил и мы работали уже с небольшими стримерами которые не писали ничего кроме а цифрового сигнала на пленку тогда еще ничего не было это уже потом через некоторое время мы перешли и вот сегодня сейчас та камера которая снимает у нее свой диск то есть уже слова цифра не существует против своей понимаете но это я видел и вы это понимаете я для вас это дело раскладываю то бишь что потом произошло то есть у меня есть такие же компьютеры и в принципе такие же компьютеры есть везде и всюду то есть вы что-то думаете что как будут люди которые занимаются проектированием нет сама ситуация проектировщиков она у меня есть естественно 3d max я его начал учать это было в 1995 году примерно я изучил его на 50 процентов есть люди которые короче тут вопросов нет вот я бы хотел бы это сделать но к сожалению у нас отдельные дебильные чувачки которые занимаются и хотят рекламы не хотят заплатить что-то большее потому что вы должны понимать что-то проблемы все это решается так вот даже при работе с 3d максом гораздо больше ну где-то грубо говоря вот все мои сюжеты которые он продемонстрировал допустим вы смотрите автостоп заставку делал я вы смотрит дом милый дом заставку делал я понимаете это был реальный геморройчик да очень много было вещей понимаете мне они всегда нравились потому что я делал из ничего красоту клёво было да обалденно просто мне это всегда очень сильно нравилось я бы сейчас при желании бы ваши это бы сделал но с другой стороны у меня есть определенный возраст который мне сегодня все и сейчас говорит что рано или поздно ты себе поставишь эту штуку и будешь заниматься уже тем что тебе нужно было на это отдельная тема ничего не сейчас не буду говорить про этих про этот вопрос то бишь большее количество времени мы тратим на изготовление той самой программы потому что вы понимаете я не занимаюсь хотя в принципе еще помню basic естественно но сегодня basic перешел в питон во все остальные штучки да и даже те кто работает в питоне они не выкобениваются у них нормальный стоит стандартный агрегат в принципе что сейчас то произошло то да 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 что сейчас произошло то есть давайте все таки определимся что стандартный компьютер p2 ну которая может быть даже всего два двухпроцессорные агрегатами все у меня такие стоят вот с одним гигабайт памяти это вот то что доктор прописал то есть они все такие стоят или что думаете что люди которым вы там приносите у них там вау супер мега на ворот да бред все это бред 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 теперь что касаемо то есть вы по ним поняли да что мы немножко воткнулись то что сами компьютеры стали немножко никаких проблем уже то есть вы можете сходить сейчас немножко будет другой вариант к сожалению к сожалению вот те товарищи которые занимаются комиссионками почему-то меня опять же не облагораживает хотя в принципе могут людям объяснить что не стоит ничего говорить что даже тот компьютер который у меня был вон он там стоит грубо говоря 2005 года он прекрасно работа вытягивает все что нужно найти бы работать безупречно даже на youtube он работает безупречно второй компьютер у меня 2007 года 2006 тут 2005 2006 году 2006 году я немножко отошел от работы на комбинате естественно с 2006 года я в городом одиночестве занимаюсь они прекрасно работают и вот у вас появился ребенок вот этот самый ребенок который вас начинает раздаивать то есть еще раз говорю абсолютно спокойно и ровно вы можете на компьютере стоимость ну примерно 3000 рублей то же самое работать никаких тараканов не возникает а вот что произошло дальше в принципе на том компьютере я реально сработал и мы в свое время то есть я был немножко крутым специалистом да да был два то есть я свое время еще не используя джойстиков работала используя клавиатуру там было прикольно реально красиво то есть я стал вау было время и за немцев и за россиян в смысле за советский союз я выиграл это было на том самом это было на том са это было на том са это было на том са это что произошло дальше что произошло дальше я сейчас показал вам да вот эту видеокарточка я ее специально купил огромное спасибо млс и офишал что потому что потому что это я ее купил в китае я купил вот она стоила 14 рублей я немножко подешевле купил но купил потому что мой ребенок за два года конкретно усадил его компьютер а компьютер был реально крутой давайте все таки определимся с другими вещами почему компьютер сейчас стали стоить космос вау 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 давайте все таки потихонечку я разложу что в принципе 1 гигабайта терабайта носители этого реально хватит на все что должно быть этого реально хватит просто надо включать голову свою понимаете в связи с тем что есть определенный возраст есть определенная нужность я использую несколько игр всего лишь несколько игр я естественно хочу купить не вот этот 1660 мне очень нужна штука под названием 2080 но возникает проблема какая проблема а да 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 то бишь в принципе тот видеосигнал который сейчас пишу имеет стандартное разрешение 4 на 3 по одной простой причине может быть круче но смысл когда это то же самое сейчас засуну сюда вот у меня там есть еще один компьютер чуть-чуть повеселее чем тут грубо говоря чуть-чуть не сильно круто я могу и на том то же самое сделать но там мне приходится брать дополнительный материал на видео кассету потому что excel 1 она у меня есть естественно этот агрегат пускай будет кассета себе купила таких навороченных естественно они не дешево стоили не дешево стоили поверьте мне вот можно было бы его взять но когда сейчас что появилось сейчас появилась немножко другой агрегата который я естественно покупаю почему их стал покупать по одной простой причине это был 2008 год и тогда тогда люди которые реально зарабатывали бабки поняли что как бы но их реально очень сильно начинает швырять и все эти товарищи уехали за рубеж но я имею настоящие специалисты которые тогда еще научившись в лучшей школе лучшая школа была мхат ну или с той же оперы что-то в москве забыл уже ну возможно запомню может быть нет ну короче это было реально круто так вот они уехали и не так давно к сожалению в один мой очень хороший из человек которого я не знаю застрелил того оператора к слову о том что операторы не всегда бывают мужчинами это была женщина ну случилось случилось к сожалению сына того товарища который все время был крутым специалистом брюс ли тоже колбасанули то есть и его не попали туда куда нужно просто в живот засадили пульку было и такое понимаете там в действительности реально сложно когда ты стреляешь и может быть может быть у кого-то щелкнуло положить туда был основной патрон бывают такие вещи то есть вот к сожалению такие штуки случились то бишь можно было бы сделать круче но тогда возникал вопрос пересчете и почему это все случилось вау почему случилось случилось а потому что но я не понимаю о чем идет речь но про это производители кинескопов поменявшись ролями то есть сегодня сейчас кинескопы может быть пришли к тому что вот у меня рак головного мозга глиобластома ну была ситуация когда я работал с ними сегодня сейчас я все это дело поменялось если сегодня сейчас я не сильно долго работаю на телевидении сегодня сейчас себе купил настоящий большой 4к-шный телевизор и мне это нравится потому что я все это пока еще вижу хотя в принципе уже говорят что некоторые проблемы возникали дальнозоркостью это случается но тем не менее и в связи с тем что размер экрана стал больше возникает проблемка в чем о в чем она возникает в том что стандартный компьютер который грубо говоря те же 3-4 тысячи рублей которые прекрасно работают просто изумительно даже с одним гигабайтом памяти даже с одним гигабайтом памяти ему требуется что-то реально более крутое и вот это что-то реально более крутое это видеокарточки в данном случае потому что вот я не понимаю это слово дебильное майнинг биткойн то потому что я реально зарабатываю деньги ну сложно нехорошо но приходится этим делать заниматься но что случилось то что случилось то то есть когда я посмотрел что вот это видеокарточка но я не буду понимать о чем идет речь да то есть она раньше стоил грубо говоря там 35 тысяч рублей а с деньгами то у нас сложности начались как раз после 2008 года то есть сейчас россия с 2008 года катится туда куда мне скоро придется наверное но с другой стороны я уже восстановил я буду наверное ходить и охотиться а что получается то да 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 придется ну естественно член общества охотников я заплачу государство и буду охотиться потому что другого варианта не существует прежде своей то же самое как не существует того варианта сколько стала стоить рыба и вы внимательные товарищи который ездит на комбинат поможет посмотреть зимой речка которая есть в городе магнитогорске сколько там людей которые рыбу уловят ну у нас вообще-то все очень сложно с этими делами она сложно с этими делами ты что нормально то есть жить как-то можно да но когда видеокарточки вот такие стоят там 35 тысяч рублей а самые крутые тоже то есть она стоит раньше стоило 190 ты начинаешь понимать а как это вообще возможно но рано или поздно все-таки это дело случилось то то есть что такое майнинг говорит я не понимаю вот но это все наконец-то упало но при этом и вот сегодня сейчас я купил вот эту штуку еще раз огромное спасибо чисто китайской конторе почему я купил в китае эту контору да в принципе это это замечательная штучка она работала на майнинге давайте определимся то есть майнинг это где что и как ну допустим что делается это в россии то есть естественно берется большое количество компьютеров там цепляется через какой-то там дивный видеоряд несколько видеокарточек и все это реально усасывают что электричество очень хорошо она усасывает электричество но если это россия если это части запада если это части соединенных штатов америки то давайте определимся как вы будете восстановить да никак почему это случилось ну потому что во первых все это делается в китае то есть если в китае есть майнинги то в китае естественно есть от запасные части вау почему то потому что сейчас делается в китае простите рухнула немножко ну да ладно поэтому когда ты берешь вещи из-за настоящей китайской конторы которая занимается восстановлением то есть 2 ерус варантии то есть это ровно такое же количество гарантии которые вы покупаете здесь а больше никто он не даст поэтому естественно огромное спасибо пришлось красивенько но в связи с тем что мой парняга то алексей чиликин младшенький решил каким-то образом засадить то есть каким образом все это дело засаживается да но я сейчас немножко расскажу историю своего вопроса то есть история моего вопроса была в том что мы и реально перли все это то есть вы думаете что я что-то покупал нет ничего не покупал мы ждали рано или поздно самые крутые вещи умные специалисты делали так что мы их брали практически бесплатно но сегодня и сейчас все немножко поменялось сегодня сейчас ты должен используя свои деньги я к сожалению начал этим делом заниматься потому что ну бывает такая штука но тем не менее я не сторонник сразу много денег потратить то но некоторое количество за world of tanks я плачу за всю историю вопроса это еще отдельная тема про интернет сейчас расскажу но world of tanks он вам позволяет не используя примочки а вот сейчас начнется сейчас примочки есть примочки такие штучки интересные просто расскажу он это дело не использует напрямую залазить в world of tanks там платишь деньги это красиво никоим образом сегодня сейчас без необходимости использовать проводник их ней а их не проводник ты нажимаешь и она начинает тебе только тогда использовать твою оперативную память качать а так нет так все абсолютно нормально работает но сегодня сейчас возникают другие проводнички до стрим то есть он вот он то реально колбасит вашу память и в принципе чем ваш салопед начинает думать то да в интернете есть большое количество бесплатных игр но перед установкой бесплатных игр ты должен что-то другое туда качнуть туда качнуть что вам будет напоминать что есть бесплатные игры а есть не сильно дорогие есть крутые игры и она вот это все дело ригу регулярно внедрять то и вот это регулярное внедрение оно вам блокирует операционную память вау принципе 4 гигабайта заблокировать не так уж сложно я недавно попробовал что-то дело восстановить забрал у него компьютер я восстановил естественно мне кстати действительно было бы гораздо проще переустановить туда windows потому что это было дешевле и по времени в том числе это однозначно да но но windows у меня к сожалению немножко старенький только мы антишка еще та фирменная которую мы брали фирменная кстати у меня и мы не будем говорить ни о чем другом вот даже у меня есть адоб премьер фирменный не слышали есть у меня адоб премьер фирменный потому что я же тоже покупал аппаратуру или вы думаете что все просто так внезапно откуда нарисовалась нет я и покупал естественно могу все это дело восстановить или не надо с youtube прыгал потому что когда мне люди говорят что у тебя видеоряд хорошие но откуда-то возникает музыка я понимаю что она наверное все таки сложнее было в виде хотя с другой стороны не понимаю чем идет речь с другой стороны как бы тебе сказать количество крутых специалистов она примерно такой же как количество крутых специалистов кто музыку пишет то есть ну надо все таки ютюбу объяснить что давайте все таки определимся или если это крутой специалист но он прекрасно понимает что есть другие вещи но старается сделать немножко по-другому ну да ладно не в том суть событий то бишь этот мой перец просто тупо засадил операционную память и операционная память то что находится отдельным блоком это не винчестер который прописывает длительную информацию но когда у вас забилась операционная память возникает вопрос куда дальше хранить то что нужно естественно эта работа винчестера вот с винчестером немножко сложнее то есть винчестер он немножко подтягивает вашу основную систему начинает внедрять и забирать части памяти не памяти которая работает для постоянного а он тормозит сам процессор и в результате процессор который попробует что-то скачать с винчестера используя маленькую часть которую вы засрали памяти начинает компьютер реально подтормаживать и все и вот компьютер начинает реально подтормаживать вместо того чтобы понять о чем идет речь я как бы объяснил говорю не надо никуда торопиться я просто почищу уберу все это говно и компьютер будет нормально классический работать классический ровно у него также та структура которая у меня была также позволяла себе играть в 4к никаких проблем 570 серия ну 4к никаких проблем я также работал все было красиво и ровно но он ее развел и вместо того чтобы ну он развел меня естественно да но как он развел могу то то бишь господа мои берите своих детей берите берите пускай они целиком посмотрят весь этот сюжет внимательно им тупо объясняете и спокойненько покупаете реально нормальный компьютер за три-четыре тысячи рублей которого вам хватит по самые не хочусь а а когда они говорят я не могу играть ребятки если люди спокойненько на тех за три-четыре тысячи рублей делают программы которые вам позволяют это делать они не используют навороченный зачем не надо ничего использовать делаешь программу она потом уже начинает работать по-другому объясните вы им потому что мне мне когда говорят что компьютер это крутизна я не противник того что компьютер это крутизна но возникает другой вариант возникает другой вариант в том что я умею много что делать своими руками а они это делать не умеют что такое компьютер ну я не знаю для меня компьютер часть моей работы но восстановление машины это не часть моей работы нет это не часть это немножко другая часть работа с сельским хозяйством если бы не было сельского хозяйства я бы задох естественно ну в этой стране это вообще очень сложно естественно ну да ладно все то же самое и когда мне говорят что китай это плохо я скажу что если бы не китай наверное то чтобы сейчас случилось в моей жизни и не случилось бы вообще в природе своей я очень рад я благодарен китаю я даже одет в том что я купил в америке это было в 1997 году тогда у нас не было ничего тогда я ехала в америку соткой до камеру мы тогда еще да какой 2007 год а в 1997 год мы еще даже на комбинате не работали да мы до комбинате еще не работа съездили в америку я купил за пять долларов вот такие три штучки они все есть в россии магнитогорске мы их вместе купили андрей хиловский максим смирнов но я купил эту штучку за пять долларов всего лишь вау и тогда я начал понимать что рано или поздно китай покажет но он и действительность это все дело показал поэтому благодаря алиэкспресс поэтому благодаря млс и и офишал 100 если ничего сложного задите то есть берите все это дело и это обойдется вам в два раза дешевле чем вам предоставляет все это дело россия два раза прикольная сумма а доставка будет изумительно без вопросов стоит спокойненько работает качественно и то же самое объясните своему чаду чадо прекрати насиловать людей у которых денег то уже и нету то есть они из нормальных людей качественных моего уровня которые я помню превратились злобное быдло что такое злобное быдло злобное быдло она а вы думаете я не злобное быдло что ли но я не стал злобным быдлом хотя в принципе наверно стал тем же злобным быдлом но с другой стороны я вам как злобное быдло объясняю быдло абсолютно нормальная вещь которая прописана в словаре ожигова то есть это человек работающий на другого злобность это понятно да то есть все в кредитах залетают в эти кредиты кредиты какие-то космические день стоит я бы вам рекомендовал своим детям то же самое объяснить я не собираюсь из своего человека делать крутизну нет 18 лет дальше попер сам так же как я попер сам но я собираюсь из своего человека объяснить ему суть проблемы сказать что после 12 лет денег у тебя не будет через шесть лет до до 18 лет я это сделаю а после 18 лет вперед из песни вперед из песни да у тебя будет крутизна я тебе кое-что уже сделал этого не было у меня а все остальное вперед из песни вперед из песней не надо из него делать кровососы делать из него умного человека так вот умный человек должен вместе с вами обязательно посмотреть этот сюжет